Вот утренняя зарядка. Прошла сейчас ребятишки. Три круга бегают. Вот первый. Андрей, Крося. О, вокруг Бума они бегают. Доброе утро. Посмотрите по порядку. Что это такое? Береза. Береза. Что вы про березу знаете? На что она годна? На сок. В ней есть сок. Так, еще что? Все, знание кончилось. Уходи. Береза хорошо топит печку и она очень крепкая. На ней можно лазить. Крепкая это означает относится к твердым породам дерева. Но раз твердое пород дерева, значит его обрабатывать, что-то делать. За это платят больше. Не трясись, как при подошли. Нельзя это. Поднял руку и спокойно стой. Твердое дерево, значит из него можно делать что-то такое, что не сразу сломается. Что именно делать из березы? Поделки. Поделки. Ну что это означает слово поделки? Побелка. Поделки. Ничего не ответила, а выскочила. Говори. Родки. Родки. Мебель. Мебель, лодки, стул, стол. Видел ты это? Точно знаешь, что это делает. Надо помнить одну из нее, что делается крепкая, только чтобы там проветривалось. Не в земле, оно быстро гниющее дерево. Поэтому делает вот на чем лежит крыша, вот допустим вот эта вот, это стропила называется, а которая между ними связывается, на что опирается уже, это обрешетка. Вот обрешетку из нее делают. Кроме этого топорища, вот у нас, видите, твердые породы делают. Топорища все из березы делают. Из березы, так, не грызьте пальцы, навильники разные, черенки лопат. В деревне береза пользуется большим спросом. Давай еще что? Береза, поближе дай-ка. Береза, на ней можно писать и плести туски. На березе, истинно так. Сохранились древние записи, какие, где там, какие-то там, как иероглифы. Это на березе. Еще что? Степа он. Давай. Лапки. А? Лапки. Лапки делали, правильно. Степа еще поднял. Брат сделал, подожди, мне брат сшил из березы, он был мастер такой, у меня выходные были из березы. Лапки. Так, подожди. Что? Еще можно бумагу. Бумагу? Да бумага из любого дерева делается. Я не знаю, береза-то идет на это дело или нет. Но это так, правильно. Еще что? Береста есть. Веники из ветвей. Поближе, поближе. Веники. Веники из ветвей. Веники. Веники. Русский человек парится вениками какими? Ну, можно и хвойной сделать. А береза. Береза. Еще что? Все, выдохлись. Давай. В старину из березовой коры еще делали серку. Ну, жевать. Серку, жевать. Так, правильно. Варили. Наши сами делали ее. Живешь, как вот, ну, выживательная резинка. Еще что? Деготь из нее делали. О! Деготь. Деготь имел большое значение. Дегтем пропитывали обувь. Сбрую коня. От оводов разных мазали дегтем. Это лекарственное растение. Ну, запах не совсем приятный. Помню, мне шили сапожки в выходные. И вот сбоку вот такие ушки, чтобы затягивать их, пришиваются. Ну, сапог-то так и делается. Вот у дяди Володи, наверное, есть там ушки. Нету. Вон они. Нету, нету. Нету? Ну, сейчас, может быть, не пришивают. И помню, мне сшили и промазали их дегтем. А так-то она красная кожа. А так она делается бурая. И я первый раз поехал на поезде. Ну, хорошие сапожки-то. А люди нас сами водят. Что-то пахнет чем-то так. Что такое? Я не пойму, что обо мне речь-то идет-то. А я сапоги, я не знаю, кажется, на второй полке лежу. Под голову их подложил. А они такой запах. В одном месте я также был. Женщина напротив сидит, уголь выписывала. Чесноком прет, не знаю откуда. Я говорю, это я ел чеснок. Чеснок обеззараживает. Вы радуйтесь. У вас микробов не будет. Она заулыбалась у всех. То есть деготь. Деготь, я не знаю, там и колеса, ось смазывали. Даже трудно сказать, где они применяли. Язвы какие-то замазывают. Деготь все это помогает. Так, еще что? Посуду всякую делали. Туиски. Большие, огромные такие щены. Ну, хранилась в них, ну так, крупа, мука там что. И просто подойти ее прогрызть и мышки-то. Ведь то ли шум создавался или что. Я даже не знаю, прогрызали они или нет. Даже улыков показывают. И у них все это из бересты. Так, давай. Дома можно делать или мосты? Ну, мосты. Ты откуда взял, что мосты делают? Не знаю. Не знаю, придумал. Нет, мостов не бывает. А дома делают. Вот показывают хмель Щеркасова по его роману. Выдуманный, конечно, роман. Но показывают, чтобы показать. А как узнать береза? Так не шкуреная. Вот такая вот. Да никто так не делает. Ее шкурить надо. Просушить. Просмолить. И она будет стоять. Потому что, ну, сырость она стекает. Главное, чтобы она не была в таком мокром месте, где в колодец ее не ставят. Вот колодцы сруб делают из осины. Вот мы увидели, дерево стоит. Мы обратили на нее внимание. Это мы садились здесь. Сделали перепись сколько. Посмотрите еще, что можно из нее сделать. Доски. Доски. Ну, доски это самое. Доски там другое. Спишки все это делают из осины. Оружие. Оружие. По-моему, сказал оружие. Оружие, да. Это может быть. Когда ничего нет, то из нее может такое сделать оружие. Вот мы делали коров. Когда пасли, то палка называлась бадик. Бадик. И вот его брали из березы, которая внизу маленько загибалась. Вырубали с корнем. И она на конце утолщение такое. А это утолщение, корень. Она в корне. Там волокна перепутаны, перекручены. Очень ценные. Но у нас не было никакой игры. Делали шарики. Деревянный вот такой вот шарик. Из корня вырезали. Дальше его шлифовали. А дальше вот так вот играли в шаровки. Допустим, две команды. В одной команде пять человек и другой. Ну а кто первый будет? Первый ход делать. Ну и две вот такие вот. Отрывали там какие. Вот так ставили. Но так тут не видать. Одна длиннее другая. И кто-то был главный. Главные руководители подходили к одному. Друг с другом. Матки-матки. То есть они назывались матками. Чьи отгадки? Ну кто первый будет бить-то шарик-то? Ну кто-то вытянул вот эту короткую. Нет, наша длинная. Значит мы первые. Это мы так играли. А как играет? Вот так подбрасывает кверху этот шарик-то. А ты вот так вот бросаешь в воздух. И вот как ударит по шарику. А шарик он взовьется. Так другая команда должна бежать. А наши-то бросили. Промазал. Второй бросает. Промазал. Ух! Лежат, а взять нельзя. Теперь нужно как? Вот как ударил. И та другая команда бежит за шариком. Вы понимаете? А в это все могут бежать за своими шаровками. За этими забитыми. И притащить. И рядом лункой. И в нее надо сунуть успеть. А те хватает шарик. И кто кого обгонит теперь. Если они добежали и шарик туда сунули. А ты не добежал. Все пропало. Вся команда пошла. Теперь она вадить называется. Вадить. Вадить. То есть губы отпусти. Вот так. Вадить. А это... Ну терпеть что-то. И было такое. Иногда что-то... Кто-то за артащится. Да я не пойду. И что-то ему не нравится. Тогда как катать на шаровках. Это шаровки. Палки биты. Его за руки за ноги берут. Шаровки вот так положат. И по ним тогда вот так вот как в санатории катают. Это наши такие были игры. А которые... Главные матки-то это. Руководители-то. Самые большие. Мы ребятишки. А то мужики настоящие. Ну и мужики-то разные. Один как последний. Когда все шаровки улетели. Вот теперь вся надежда на него. Ему там подбрасывают кверху противника. Он в это время бьет. Надо не промазать в воздухе. И чтоб как можно сильнее ударить-то. А мы стоим аж дрожим. Только бы не промазал. Он ударил. Шарик еще летит. А мы все несемся за своими шаровками. А те там. А должны стоять здесь. Не то что там где-то ловить. Кто первый прибежит. Вот так. Это все из березы. Теперь смотрите. Будьте внимательны. Вот это у нас качели. Вчера я подхожу. Ну качайте как. На тарзанке качнулся. И назад вернулся. Вот видите как продолбили здесь. Вода даже стоит. Это веревка. В горах. Как называют эти людей которые лазят? Скалолазы. 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 А? Скалолазы. А еще как? Альпинисты. Это альпинистская веревка. На ней машину можно вытаскивать. Очень прочная. У меня был хороший знакомый альпинист. Он инструктор был. Николай Шевченко. Ну очень хороший. Ну какие-то у него там возможности были. Он достал. Я купил. И с тех пор у нас эти веревки появились. Они пошли на Аверест. Аверест самая высокая в мире вершина. Их было четыре человека. И только один из них кажется заболел дорогой. Заболел и отстал от них. Ну не смог. А дальше их провожают шерпы. Тамошнее население. Которые гиды ведут. И они поднялись на эту вершину. И в это время началась пурга. И все до одного остались там по сегодняшний день. Я его очень близко знал. Это зять Валентины Павловны. Которая у нас умерла. Конева. Интересно. Их финансировала Эл Элленбанк. Об этом напечатали в газете. Время и деньги. Оно у меня есть где-то. И эта экспедиция погибает. Банк закрытый. Полный крах потерпел. Газета снята. С этим связано лет не знаю. То есть полная абсолютная фиаско. Фиаско это крушение. Фиаско. Закрывать надо. Рот-то. Позеваешь, а рот... У нас как? Вот человек позевает. Смотрите. Он должен рот прикрыть. А если ты не прикрываешь. Другой имеет право так пальцем в рот и провести ему. А тот имеет право укусить тебя. А ты имеешь право выдернуть обратно руку. Вот. Больше на этом все заканчивается. Поэтому закрывайте. Но вот я пальцем позеваю. Он может еще ни один не укусил. У него в это время здесь мускулы натянуты. А я только... А укусил то язык свой или что. Так я вас еще хотел сказать. Смотрите сюда. Еще сдадим назад. Володя. Это спрос с вас. Вчера здесь... Кого я остановил? Качалыч? Нет. Фрося качается. Видите. Сделано как. Вверху. Стержень. Ну сантиметров четыре с половиной пять. Железный тяжелый стержень. Он опирается на столбы. Володя смотри внимательно. С той стороны у тебя ограничитель. Где стержень то? Почему с этой стороны нет ограничителя? Он куда вылез то? Он вот-вот должен был выпасть. А в нем килограмм тридцать весу. Как это могло быть? Я вчера издалека увидел качается. Думаю дай проверю. Ты же вроде прибивал там. Ну ты понял еще? Я понял. Ну понял. Вот этот стержень на чем бесят. Вот эти. Качните ее маленько. На краю держится. Кольца то на чем бесят? Железный видишь? Ну железный стержень. Вижу, вижу. Так он туда то высунулся. А там то его нет. Он должен упираться в тот ограничитель. И здесь такой же ограничитель прибить. Почему никто этого не видел? Вы понимаете что за этим есть? Она имеет видимо маленько наклон. И все время его туда стягивает. Гляди она где уже вышла. Это больше не подходить к качели. Сейчас принести лестницу. Оттуда залезть и сдвинуть ее. Как там сдвинуть? Ударами кувалды. Или засыплять ее. Чтобы она уперлась в то. И здесь точно такую же на большие гвозди прибить ограничитель. Понятно? Я это не скрываю. С этой стороны все это укреплено как будто. А уже все сгнившее. Вот-вот надо будет менять. Оно все затянуто. Сейчас оно никуда не двигается. Но надо пальцы не грызти. И что вы все время грызете ногтиеды? Кто ногти грызет? Надеть перчатки. Вот сейчас я вам скажу сразу. Сегодня комиссия как будет. До комиссии. До комиссии что надо будет? А что это за игрушка лежит на крыше? А почему эту крышу не про не прочистили? Видите как? Это с тебя Володя спросится. Ты здесь. А то убрать надо. Что это за фигура лежит? Никита ходит с ними. Вчера иду. Никита смотрит. Лежат две тетради. Я только зашел на тетради. Видно написано валяется. Вон снимем вот. Ну ты видел тетради? Видел. А почему ты не подобрал? Почему не сказали что есть? Ну то есть надо глядеть на все. Мячик ночевал здесь. Если ночевал здесь мы его изымем. Больше не будет. Он брошенный. Хотя это наша территория. Но здесь любой может взять. Так. Галя. На минутку можно. Там. Там нет Атакати? Там. Наши все здесь? Леонида в пельне. Она болела. А что она там? Она заболела. Заболела. Вот видишь как сегодня как раз встречи. Ну значит подправить ее. Она заболела вчера. Чтобы стало. Еще она простыла или еще? Ничего не болит. Температура высокая. Ну вот видишь как. Посмотреть надо. Ее на кухню. И там меда еще есть. Смотрите. Вчера у нас было. Обнаружено. Как кто-то назвал. Сладкоежки. Там где кащаются. Убирайте все палочки. Подберите палочки. Уберите. Ногой то воткнется в нее. Ну почему никогда не убираете? Уберите вон туда. Крапиву бросьте. С собой то смотрите маленько. Подойди туда брось. Так. Вот сюда вот встаньте. Те кто вчера был обнаружен. Что мешок расковыряли. И ели сахар. Отдельно вот сюда вот встаньте. Назад. Дальше туда. А пойдите вон туда. Я показываю пальцы. Вон туда встаньте. Ты ел? Тоже заворовался. Остановись. Так. Тоже ел воровал? Так. По-моему вчера было пятеро. Ел. Ты ел. А? Они говорят что Сифан ел. Или Вика ел. Он говорит не ел. Ел или не ел? Ел. Говорят ел. Я? Да ты. Сахар который на складе лежит. Я вчера не ел. Вчера не ел? А позавчера? Тоже не ел. Ну хоть когда-то ты ел. Ковырял там? А ну да. Давно да. Ну так что ты заставишь то. Какая разница. Вора поймали на день позже то. Я думал что делать. Слушайте внимательно. Вчера я уже сказал каждому из вас. Чтобы вы наелись до сыта по стакану сахара. Вы заулыбались. Все хорошо. Но не забывайте за этим. Ничего другого вам не будет. Хлеб. Чай и сахар. Ни первого ни второго. Где? Галина Александровна. Ни первого ни второго ничего нету. А третьим. Вот на эту диету идете. Пока не съедите сахар. Вот так. Никуда ничего. В чашку высыпать или как-то. Вы поняли? Вы у меня найдите сахар. Чтобы больше нигде. Тем более воровать. Тем более. Ты воровал этот. Утощил. Магнит. Магнит этот достать. Потому что скоро выезжает. Хозяин магнита. Тимоша. Твой магнит. Мы его заложим. Я его заложу. Оберну. Он работает. В сетку. Авоську. И ты все время будешь ходить с ним. Собирать везде гвоздики. По земле его таскать. И на него будут налипать. И отдельную банку дам. Туда будешь все собирать. Ты понял? Да или нет? Да. Не потерять. И за ним следить, чтобы он не потерял. Вот такое решение. Как Иван Грозный говорил. Праведен мой суд. Праведен. Праведен. Вот так. Значит. Готовь с таким расчетом. За раз они сахара не съедят. По крайней мере. Утром они будут ее уже лопать. Хорошо поняли? Нигде не посягайте ни на ничего. Ешьте сахар досыто. Найти стакан. По полному стакану. В чашке или где. И на столе оставлять. Или закрывать где-то. Что останется. Это уже. Кто съест быстро. Значит быстро. Это ваше дело. Никто не принуждает. Но просто так не будет. Сегодня своровал. Завтра. Вот я гляжу. Вот это что-то. Означает. Что она закручена вокруг. Зачем? Она ее рвет веревку. Перетирает. Вон она уже. Перетирает. Ну видно. Видишь как разлохматилась. Ну вот. Ходите мимо. Никита. Ты не мог этого не видеть. Это ни разу. Это веревочка привязанная. Перевязана. Но так и пускай привязана была. Повыше сделать. Как угодно можно сделать. Обматывать не надо. Когда качаетесь. Ее подстраховывайте. За нее держитесь. Если где-то что-то случилось. Там оборвалась. А ты на ней. Повис. Вот это безопасность. Все пока. У вас что молитва сейчас будет? Да. Нет. Так Володя. Полностью возьми с собой. Кто там Сергея. И начинайте это делать. Принесите лестницу. Сейчас же. Закрепите на большие гвозди. И двиньте ее до конца. Пока не подходить к качели. Все. Гляньте игрушки твои. Смотрите. Мы дерево забрали. Посмотрели. Какая-то хорошая дерево. Это русская растение. Русское дерево. Марк Юдалевич написал такое. Когда Мамай потерпел поражение. Там маленькие березки. Так он их рубил. Как русских людей. Ну конечно. Это поэтическая выдумка. Но тоже интересно. У нас кездница там стоит. Виталий. Аккуратно лестницу. Не грохните. И сразу тащите. Устанавливайте. Закрепляйте. И привяжите ее. А не удержать. Что болеть. Чтобы не спал. Я не вяжу ее. Хорошо. Аккуратно. Аккуратно. Мне Володя сейчас. Дай где этот.